Вчера во Дворце культуры УХК состоялся творческий вечер народной артистки России Елены Яковлевой. Массовому зрителю Елена Алексеевна известна по сыгранным ролям в фильмах «Интердевочка», «Анкор», «Еще Анкор», сериале «Каменская» и других картинах. Театралы знают Елену Яковлеву как актрису театра «Современник». На встречу с любимой многими россиянами артисткой была приглашена и наша съемочная группа. Рассказывает Алексей Лежнин. Более двух с половиной часов продолжалась творческая встреча народной артистки России Елены Яковлевой с новоуральцами. Зал Дворца культуры УХК был забит до отказа, несмотря на вечер понедельника. Сегодня не только понедельник, сегодня еще в народе говорят «Ерема», а есть такая поговорка «Ерему сиди дома». Мы как-то в обе стороны нарушили, что и вы сегодня пришли в зал, и мы пришли в зал. И Лена приехала к нам в гости по этой такой суровой дороге, тагильский трак, который устроил Борис Николаевич Ельцин. В этот вечер было много шуток и веселых историй. Хотя перед выходом на сцену Яковлева была сосредоточена и серьезно, как будто она должна была сыграть серьезную, полную трагизма роль. Но сцена преобразила не только актрису, но и зрителей. Для науральцев Яковлева с первых минут стала своей, близким и хорошо знакомым земляком, родом из закрытого города. По вашему городу, в который я сегодня приехала, слава богу, еще было светло, и я могла увидеть, я вспомнила практически всю свою жизнь, начиная с детства. Мое видимое представление о жизни я начинала примерно в таком же закрытом городе, как у вас. Город, который назывался Нижний Удинск, в Иркутской области, окруженный солянами. Речка Уда, единственная фабрика эта слюдовая была, у вас, наверное, немножко другая. И мы дети с речки слюду таскали, ваши дети, не знаю, что. Массовому зрителю Елена Яковлева прежде всего известна своими ролями в фильмах «Интердевочка», «Анкор и еще анкор» по телевизионному сериалу «Каменская». Но во Дворце культуры УХК она не походила на своих героинь, она играла себя, проживая вместе с залом годы своей жизни в разрезе нашей общей истории. Сам творческий вечер и был выстроен на основе монолога актрисы, в котором она провела горожан по этапам своей интересной и яркой судьбы. При этом держа зал в плену своих эмоций и переживаний, делясь сокровенным, рассказывая о взлётах и комических ситуациях. Например, таких как при поступлении в театральное училище, когда она читала известную басню и неудачно воспользовалась реквизитом, сломанным стулом. А здесь, вот примерно на этих словах, этот вот, ну, он не был закреплён основательно, то ли и клей, и рассок, то ли ещё чего. Мне как-то нога так подвернулась, ноги полетели вверх, а это место как раз вот в то место, где вот это вот то, на чём сидит. То есть я вот этим местом провалилась до пол. Ноги у меня вот так, вот так голова. Я помню, что я закончила, вороник где-то, бог послал кусочек сыра на ель барона взграбить. Здесь! Сел и так. Что было, староседка. В начале своего выступления Яковлева попросила намуральцев быть не просто зрителями, а собеседниками, записать свои вопросы или мнения на бумаге и прислать на сцену. В конце выступления она ответила на некоторые из них. Чем вы любите заниматься в свободное творчество, работе, время, ваше хобби. Если это весна, лето, осень, это, конечно, участок, это цветы, ну и собаки. У нас их уже четыре штуки, и мы не хотим остановиться на достигнутом. Мы, наверное, проводим эксперименты не только в своей жизни, но и, может быть, потом, в дальнейшем. Это для науки будет очень интересно. Мы как четыре кобеля разного возраста, разного характера, разной породы между собой живут. Я так думаю, когда мы закончим этот научный эксперимент, ну, может быть, там их будет семь или восемь или десять собак, может быть, тогда я смогу что-то такое вот сказать важное людям, которые тоже разного возраста, разного характера, разной национальности. А почему собаки могут ужиться, да почему мы нету? Всю глубину своего человеческого звезда еще раз раскрыла позже, уже вне сцены, когда после двухчасового общения со зрителями, без перерыва и ни разу не присев, согласилась еще несколько минут уделить нашей съемочной группе. Два часа вы сами себя завели, зал завели. Я сама, да, я сама себя завели. Да нет, ну что вы, жизни, она для чего существует, чтобы потом, чтобы что-то накапливать. Как же сказать, мы все живем, пропускаем мимо себя очень много, очень много. Мы не наблюдательны, мы не внимательны, мы мало стали общаться с людьми, мы мало стали вникать в то, что происходит у соседей, еще чего-то, еще чего-то. А из этого состоит жизнь, понимаете? Мы сами замкнулись с помощью телевизора, компьютера, мобильного телефона и тому подобное. Всем кажется, что это хорошо, а на самом деле общение уходит, мы перестаем общаться друг с другом. И поэтому, когда у меня есть возможность, я не сама завожусь, как вы сказали, а пытаюсь пробудить в себе то, что было раньше, это безумное общение, благодаря чему мы и выживали. Это, во-первых. А во-вторых, вообще мы должны подпитывать друг друга энергией своими какими-то отношениями, своими историями. Из Новоуральска известная актриса уезжала поздно вечером. На следующий день в Екатеринбурге ее ожидало еще одно выступление. А в наш город она обещала вернуться через год, на 60-летие Дворца культуры УХК, в котором в ноябрьский холодный вечер понедельника ее так тепло встречали уже близкие ей люди. Алексей Лежнин, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.